В Москве на этой неделе усилены меры безопасности. Первыми это ощутили пассажиры авиа и железнодорожного транспорта. Досмотр в аэропортах и на вокзалах теперь занимает гораздо больше времени. Очереди стоят и на вход в учреждения культуры, театры, концертные залы, музеи. И что уж совсем ново, в некоторых торговых центрах начали досматривать автомобили посетителей. Как реагируют на всё это москвичи и где нужно быть максимально бдительным? Расскажет Евгения Стрыгина. Усиление мер безопасности первыми заметили пассажиры. Если раньше на вокзалах через сканер пропускали только крупный багаж, сейчас неважно, чемодан это или дамская сумочка. Любую вещь просят поставить на ленту досмотра. Сейчас даже на вокзале я заходил, проверяют даже пакеты через рентген. Всех, кто прошёл контроль уже на платформе, ещё раз настойчиво предупреждают. Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки на перепуске. Это опасно. Меры безопасности усилены не только на привокзальных площадях. По всей Москве. В каждом вестибюле метро минимум по одному дополнительному постовому. В аэропортах полицейские и кинологи с собаками. Въезд в город патрулируют наряды ДПС. Задача останавливать и проверять любой подозрительный транспорт. В основном Северный Кавказ. Устанавливаем, досматриваем, проверяем по базах данных, по розыску. Москвичей всегда, а теперь особенно, просят не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. Не ездить на автобусах сомнительного вида и технического состояния. Ведь паспорта при посадке не проверяют. Досмотра багажа тоже нет. А значит, кто окажется в салоне и доедут ли пассажиры до дома, неизвестно. Но это, видимо, пугает не всех. Не написано с тыльной стороны, это нелегально-илегально, я-то не знаю. Меня привозят, увозят, и всё. И вам всё равно. И мне хорошо. Работы у полиции прибавилось не только за счёт усиления, но и ложных вызовов. Звонки от неизвестных с информацией о готовящихся взрывах поступают каждый день. Так, на этой неделе хулиганы звонили на Ярославский и Курские вокзалы, Митинский радиорынок, в гостиницу «Космос». Людей немедленно эвакуировали. Бомбу не нашли. Одного из таких телефонных террористов задержали. Ему теперь грозит до трёх лет тюрьмы. Какой теле звонили? Шум вызвать. Шум вызвать? Если полицейских не видно, это не значит, что их нет. Дополнительные силы. Сотрудники МВД в штатском во всех местах массового скопления людей. На входе в Манеж сотни желающих увидеть бесплатную выставку. Очередь не меньше в Третьяковку и на стадион Лужники. Здесь этап гран-при по фигурному катанию. Посетителей просят открывать сумки, включать для проверки мобильные телефоны и планшеты. Сумочку откройте. Организаторы концертов советуют зрителям приходить по возможности чуть раньше и быть готовыми постоять в очереди перед входом в зал лишние 5-10 минут. Мы просим предъявить всех гостей сумки для досмотра. Если гость вправе отказать в досмотре сумки, то клуб вправе отказать ему во входе, потому что это вопрос безопасности. Усилен контроль и в торговых центрах. Охранников больше, чем обычно. Кроме них за обстановкой в залах следят камеры. Камеры есть и на подземной парковке. Они фиксируют марку автомобиля, номер, время въезда, выезда. Способны они разглядеть даже лицо водителя. В этом торговом центре проверка автомобиля ведётся ещё и в ручном режиме с помощью так называемых досмотровых зеркал. Если сотруднику охраны показалось так или иначе подозрительное транспортное средство, он может не прикасаться к нему, внешне досмотреть его. А это уже подземная парковка торгового комплекса «Афимол». Ежедневно сюда приезжают тысячи машин. Пускают всех без досмотра. Есть пробелы и в торговом комплексе «Охотный ряд». Десятки охранников, но посетителей они как будто не видят. Что-то пишут в тетрадях, копошатся в телефонах. А этот сотрудник вообще отложил металлоискатель в сторону. Поэтому полицейские просят и самих москвичей не терять бдительности. Ольга Соколова старшая по подъезду. А теперь ещё и начальник безопасности дома. В её подчинении бабушки у подъезда, которые внимательно за всеми следят. Урны на детских площадках и урны возле подъезда. Чтобы не было никаких подозрительных предметов, чтобы никто ничего туда не подложил. Кроме урн, жильцы этого дома осматривают чердаки, инспектируют подвалы. Дверь должна быть закрыта, на решётке – замок. О подозрительных вещах и людях тут же сообщают в полицию. И это совет всем москвичам. Евгения Острогина, Борис Агапов, Даниил Прокудин и Валентин Рудкевич. Неделя в городе.